Здравия желаю товарищи подписчики с вами военрук новый раздел на канале подразделение ведение я открываю выпуском на механизированном батальоне норвежских вооруженных сил телемарк в этом выпуске я подробно расскажу вам организационной структуре вооружение истории ключевых фигурах и традициях батальона телемарк но сначала немного об армии норвегии она очень миниатюрно общая численность составляет порядка десяти тысяч человек основных подразделений 3 1 механизированная бригада норд второе подразделение армейского спецназа третье армейская школа кроме них есть еще пять меньших по численности и армейской значимости подразделения первое королевская гвардия норвегии второе гарнизон охраны норвежской российской границы третье военная академия четвертое военно-транспортный отряд и пятое подразделение поддержки из сей армии самое мощное и многочисленное подразделение это бригада норд в ней служит около пяти тысяч человек можно сказать половина армии норвегии по сути эта бригада основной инструмент армии для решения кризисных ситуаций и в стране и за рубежом бригада норд состоит из девяти батальонов и дополнительных вспомогательных подразделений только один из этих девяти батальонов является полностью профессиональным то есть срочников суда не берут это и есть батальон телемарк широкую известность этому подразделению принесло видео снятое в афганистане на нем майор руна венеберг обращается к своим бойцам с пламенной речью суть которой сводится к тому что они хищники на охоте а талибы это их добычу а закончил он свою речь боевым кличем викингов вальхаллу вальхалла поясню дословно с древнеисландского языка переводится как дворец павших согласно скандинавской мифологии это дворец в небесном городе асгарде где обитают боги асс попросту говоря вальхалла это рай для самых лучших воинов эйнхерий каждый день здесь они сражаются насмерть восстают и пируют за столом где восседает самодин а прекрасные девы скрашивают их пребывание там пируют сражаются и ждут последней битвы рагнарёк души этих воинов по полю битвы собирают валькирий не буду углубляться в мифологию скажу лишь то что вальхаллу попадают только те войны которые доблестно сражались и пали в бою не выпустив при этом оружие из рук это что касается вальхаллы вернемся к телемарку вообще с этим батальоном связано очень много уже современных мифов слухов и по сети гуляют порой просто фантастические истории а чуть ли не переродившихся викингах язычниках так ли это на самом деле я объясню чуть позже расскажу сначала с чего же начался и как появился телемарк свое название это подразделение получила благодаря одноименной губернии телемарк на востоке норвегии мало кто знает но современный батальон не первое подразделение с этим именем его предтечей был пехотный полк телемарк созданный в 1789 году во времена наполеоновских войн полк претерпел некоторые изменения а несколько лет спустя в 1817 году его и вовсе распустили следующая веха военной истории телемарка начало 1900-х годов тогда подразделение было восстановлено и ему даже удалось проявить себя во время шведско-норвежского конфликта начала 20 века однако всем сегодня известный механизированный батальон как боевая единица был воссоздан специальной парламентской резолюции 18 июня 1993 года первоначально батальон рассматривался как вклад норвегии в силы реагирования нато и в этом качестве он принял участие в операциях в боснии и косово на тот момент его численность составляла 900 солдат и офицеров наступает и 2001 год очень важный для батальона телемарка парламент норвегии осознавая глобальные изменения в области безопасности проводит глубокую реформу батальона численность сокращается практически вдвое его делают более мобильным превосходно оснащенным батальон переезжает в новую штаб-квартиру расположены в небольшом городке рена на востоке норвегии в норвегии существует система призыва в армию но чтобы попасть в телемарк необходимо сначала отслужить показав при этом высокие результаты военной подготовки и только потом подавать заявление на отбор в батальон в среднем в конкурсе на одно место в батальоне претендуют 11 человек с прошедшим отбор заключается контракт от трех до пяти лет сейчас вы видите кадры того как проходит один из этапов отбора в батальон это чем-то напоминает сдачу на краповый берет во внутренних войсках россии это решающая реформа продолжалась два года и закончилась в 2003 году на данный момент батальон телемарк имеет следующую структуру общая численность порядка 450 человек из них около 200 офицеры как уже говорил батальон телемарк является оперативно тактической единицей механизированной бригады норд батальон состоит из пяти эскадронов или как для нас будет более понятно из пяти рот 1 рот это стальной кулак батальон на вооружение этого эскадрона стоят танки леопард 2 а4 а также вспомогательные бронетранспортеры м113 и грузовики обеспечения танковая рота телемарка состоит из трех танковых взводов в каждом из которых четыре леопарда цветовое обозначение этой роты синий вторая рота это разведывательное подразделение батальона глаза и уши телемарка в ее состав входит взвод операторов беспилотных летательных аппаратов снайперский взвод кстати говоря это одни из лучших снайперов норвегии на вооружении этого эскадрона стоят различные бронированные автомобили именно на этой роте лежит разведка местности и развед диверсионной операции она идет в авангарде в ходе выполнения операций и в отрыве от остальных сил цвет красный 3 рота это гренадер основная боевая масса батальона телемарка у них на вооружении весь спектр доступного ручного оружия основное средство передвижения и поддержки в бою боевая машина пехоты стритс фордан сиви 90 30 н экипаж такой машины составляет три человека а десантное отделение вмещает порядка восьми гренадеров что в принципе стандартно эта рота в числе прочего оказывает поддержку танков цвет этой роты желтый четвертая рота мег 4 вторая гренадерская структура и численный состав такой же как и у третьей роты на вооружении те же бмп и бронированной машины надо сказать что гренадеры 3 и 4 рот могут действовать как под прикрытием своих бмп так и в отрыве от остальных сил батальон они обучены десантироваться с вертолетов обладают навыками боя в городских условиях вообще структура и состав 3 и 4 рот телемарка напоминает мне структуру мотострелковой роты советской армии естественно со своими оговорками кстати средний возраст гренадеров телемарка 25 лет цвет 4 роты зеленый выходцы именно из 4 роты сделали телемарк всемирно известным подразделением но об этом чуть позже 5 рота эскадрон обеспечения и поддержки пожалуй самое сложное по разнообразию служб и взводов роты сюда сведены и инженерно-саперный взвод на вооружение которого находятся машины для разминирования хайдрима 910 mc v2 и другая тяжелая инженерная техника 10 декабря 10 декабря 20 декабря К пятой роте относятся и взвод связи и информационных систем, ремонтные и технические службы, медицинская служба батальона Телемарк, военные медики которой прекрасно оснащены, и передвигаются в основном на бронетранспортерах СИСУ и БТРах М113. Кроме того, к пятой роте относятся некоторые органы управления батальоном, а также тыловые службы обеспечения батальона продовольствием, обмундированием, боеприпасами и топливом. Цвет этой роты черный. Несколько слов о цветах каждого эскадрона. Когда я пытался разобрать эту цветовую систему, считая, что в первую очередь цвета той или иной роты можно увидеть на берете, то в некоторых случаях это совпадало, однако в основном это предположение не подтвердилось, и основной берет Телемарка зеленый. Иногда цветовая маркировка попадается на технике того или иного эскадрона, однако это скорее исключение, чем правило. Может быть цвета применяются на тактических картах, но это лишь мое предположение. Однако то, что цветовая градация существует, это факт. Если у вас есть дополнительная информация по этой теме или какие-то предположения, то пишите их в комментариях под видео. Кроме перечисленного ранее, у всех род батальона на вооружении стоят военные внедорожники Mercedes-Benz G-класса в различных модификациях, бронированные автомобили Iveco LMV, Снегоходы Lynx Yeti Pro Army Viva 700, квадроциклы Polaris. Разведчики и гренадеры также оснащены переносным противотанковым ракетным комплексом JVLIN и минометами. Такова организационная структура и вооружение батальона Телемарк. Теперь перейдем к самому интересному. Я расскажу вам, как и почему Телемарк стал известным за пределами Норвегии, а подспудно развеяли некоторые мифы о нем. Видео, с которого все началось и благодаря которому батальону пришла слава, появилось в сети в 2010 году. Однако снято оно было на два года раньше, в мае 2008 года. На нем, с речью к бойцам и знаменитым Глючем Вальхалу, обращается командир 4-й роты майор Руна Венеберг. А рядом с ним стоит руководитель сил быстрого реагирования Айсав на севере Афганистана, подполковник Кьел Инги Бек. А придумал использовать этот крич викингов другой офицер 4-й роты, мой тезка Эмиль Йоханссон. Всего Эмиль имеет три командировки в Афганистан. Он участвовал в боестолкновении и впоследствии обо всем этом написал книгу «Братья Покрови». На русском или английском найти ее не удалось, так что если у кого-то из вас она есть, пишите в комментариях. Придуманный Эмилем Клич с радостью стал практиковать его командир, майор Руна Венеберг. Поэтому я и сказал ранее, что во многом своей известностью и репутацией современных викингов Телемарк обязан выходцам из 4-й роты, а именно офицерам Эмилию Йоханссону и Руна Венебергу. Далее внимание мировых СМИ к батальону было приковано в 2009 году, а причиной тому стало следующее. Бойцы Телемарка во время командировки в Афганистан на домах людей, которые, по их мнению, были связаны с талибами, распыляли краской из баллончиков изображение черепа карателя, героя комиксов. Как пояснили они позже, делалось это ими как бы в назидании и предупреждении того, что норвежцы знают о них и не дадут им осуществить свои планы. Так сказать, черная метка. Часто в статьях о Телемарке на русском языке вы можете прочитать, что бойцы оставляли эту метку, как бы мстя за гибель своего товарища в 2010 году. Это не так. Эти два события произошли в разное время. Конечно, это получило отрицательную оценку со стороны командования. Поступок осудили и впредь запретили такую практику. На этих фотографиях генерал-лейтенант Бернт Ивер Фердинанд Бровальд в Афганистане замазывают на норвежской технике изображение черепов. Однако символика карателя все еще жива. Только теперь вместо изображения черепа бойцы пишут на технике панишер – каратель. Наступает 2010 год. Тяжелый для Телемарка. 25 января 2010 года в Афганистане на пути следования колонны из 11 норвежских БМП и бронеавтомобилей произошел взрыв. В эпицентре взрыва оказалась БМП Стритсфордан CV9030N. Погиб механик-водитель класс Иохим Олсен по прозвищу Юбке. Двое других членов экипажа получили ранения. Гибель класса Иохима Олсена стала сильным ударом как для Телемарка, так и для Норвегии. Некоторые утверждают, что телемарковцы мстили за своего павшего товарища. Подтверждению этого нет. В своих интервью бывшие и действующие бойцы Телемарка отрицают эти обстоятельства. Однако, что доподлинно известно, так это то, что его сослуживцы были настолько впечатлены его гибелью, что стали носить на форме шевроны с уже знакомым черепом карателя и подписью. Юбке мы никогда не забудем. Это неспроста. Ведь погибший класс Иохим Олсен служил вроде все того же майора Руна Венеберга. Для его ребят и него лично это стало тяжелой потерей. На этом фото майор Руна Венеберг обнимает выжившего члена экипажа подорванной БМП. А на этом фото майор Руна Венеберг с шевроном в память Юки и в шлеме викинга. Именно его можно назвать идейным вдохновителем и создателем этого ореола викингов вокруг телемарка. Он стал использовать этот клич. Он прославился этим своим фото в шлеме викинга, сделанном в Афганистане незадолго до выезда на задание. В принципе, все этой темы викингов особо были увлечены именно бойцы 4-й роты под его командованием. Появление в сети видео и фото с участием майора Венеберга послужило причиной начала целой серии служебных проверок в отношении командования и бойцов телемарка. Он стал национальной знаменитостью в Норвегии. У него стали брать интервью, приглашать в ТВ-шоу. Военное руководство Норвегии запретили солдатам носить подобные шевроны, но все равно не все сняли их. Также широкую огласку получило выражение, высказанное одним из бойцов батальона. Он заявил журналисту, что для него с товарищами война лучше, чем секс. Общественность раскололась на два лагеря. Многие поддерживали бойцов телемарка в их стремлении использовать традиции предков. Другие же отнеслись к этим новым традициям с недоверием. Премьер-министр Норвегии отрицательно отреагировал на все эти события и заявил, что удивлен такому поведению норвежских военных, так как посылал солдат в Афганистан не на войну, а как миротворцев. Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Харальд Сунде также осудил и подверг резкой критике поведения военнослужащих батальона телемарка. Однако, вся эта шумиха, связанная с телемарком, дошедшая до нас недавно, закончилась на Западе еще тогда же, в 2010-2011 годах. В интернете распространилось ошибочное мнение, что телемарк, цитирую, известен своей языческой эстетикой и в нем проходит службу преимущественно язычники. Это немного не так. Точнее, это вообще не так. Все эти предположения, опять же, исходят из видео, которое и сделало их известно. Однако, факты говорят обратно. В батальоне проходит службу мужчины и женщины различных национальностей и вероисповеданий. Один из офицеров 4-й роты в интервью заявил, что он вообще не очень религиозен, но ему нравится служить в такой атмосфере. Да просто никто бы и не дал осуществить проект языческого батальона, потому что кроме национального военного командования Норвегии, которое, как вы поняли, очень болезненно реагирует на любые неуставные проявления, существует еще и наднациональное командование НАТО, который строго следит за подобными вещами. А вот что говорит про все это сам родоначальник традиций викингов, майор Руны Венеберг, герой того самого видео. Итак, цитирую. У нас в роте был боевой клич. Мы кричали «Вальхалл». Все командиры имеют свои ритуалы и подобные вещи. А этот боевой клич был одной из моих традиций. Но я отвергаю и категорически отрицаю любое предположение, любое сравнение с языческими и националистическими взглядами. Этот боевой клич был необходим для мотивации, но это просто как кричалка у фанатов Валеренга. Валеренга, поясню, это норвежский футбольный клуб. Также Руна Венеберг категорически отверг утверждение, которое, кстати, тоже можно встретить в русскоязычном интернете, утверждение о том, что его подразделение намеренно искало боя в Афганистане и ввязывалось чуть ли не в каждую перестрелку. Фото с шлемом он тоже прокомментировал. Этот шлем – just for fun. Не ищите там большого символизма, отношения к чему-либо. Их там нет. Таковы пояснения от человека, сотворившего ореол современных викингов Телемарка. Думаю, сам Руна Венеберг смог объяснить и разрушить все мифы, которые он невольно сам и создал. На мой взгляд, все эти традиции в виде боевого клича Вальхалу, который, строго говоря, можно отнести только к четвертой роте, символы, военная культура викингов, используемая ими, создают такой образ, который помимо того, что мотивирует в бою, и это действительно правда, в своих интервью многие рядовые бойцы Телемарка подтверждают это. Этот образ современных викингов помогает выделиться среди других подразделений. Такая практика и подобные традиции широко применяются в элитных подразделениях всего мира. Это ни в коем мере не умаляет боеспособности Телемарка. По моему мнению, на сегодняшний день это одно из самых подготовленных подразделений вооруженных сил Норвегии. На данный момент 75% личного состава батальона Телемарк имеют опыт командировок в зоны вооруженных конфликтов. Телемарк сегодня – это ядро сил быстрого реагирования вооруженных сил Норвегии, одно из немногих подразделений, участвующих в зарубежных операциях. Батальон имеет очень гибкую структуру. Его солдаты могут действовать как в составе батальона под прикрытием тяжелой техники, так и в виде небольших тактических групп. Бойцы Телемарка обучены вести боевые действия и в горной местности, и в лесу, и в городских условиях. Телемарк имеет одно из лучших показателей время развертывания. Батальон готов молниеносно ответить на угрозу как внутри страны, так и за ее пределы. Мало кто знает, но на Телемарке также лежит ответственность за защиту интересов королевства Норвегия в Арктике. Ну а что же наши герои? Эмиль Йоханссон, автор идеи применить боевой клич викингов Вальхалу, как я уже говорил, написал книгу о своем афганском опыте. Стал одним из первых, кто открыл норвежскому обществу реалии боевых действий в Афганистане. Майор Руна Веннеберг, а теперь уже подполковник Веннеберг, имеет колоссальный боевой опыт. Считается одним из самых опытных офицеров Норвегии. Он прошел через Ливан, Боснию, Косово, Ирак и Афганистан. Не так давно он получил медаль за службу за рубежом. Он оставил службу в Телемарке, но продолжает служить в вооруженных силах Норвегии, принимая активное участие в новой реформе армии. Теперь вы знаете всю доступную информацию о механизированном батальоне Телемарк. Пишите в комментариях, о каком подразделении вы бы хотели увидеть подобное видео. Не забывайте, что на канале Военрук уже есть более 100 интересных видео на военную тематику. Среди них интервью с военнослужащими из разных стран, передачи о легендах из мира наемников, видео об оружии, военной литературе, кино и еще много чего интересного. А самое главное, все видео авторские, и вы получите только эксклюзивную и проверенную информацию. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал. С вами был Военрук. До встречи.